мы с вами друзья в сеннивейле у нас open house такое в общем симпатичное было бы место а вот этот дом впереди такой новенький только что построенный мы его идем осмотреть но тут рядышком у нас я бы сказал хайвейчик наблюдается вот видите вот так от хайвейчика вот до этого дома до этого дома который построен я сейчас пытаюсь посчитать значит там ну да один дом 2 3 это третий дом вот от этого хайвея хотя он не шумный вот я не слышу особо а может быть они хайвей а съезд хайвея это расскажет что мы знаем про этот дом или спальни 3 туалета общая площадь это двести тридцать квадратных метров лот почти 4 сотки маленький маленький но поэтому они двухэтажные построили там еще довольно большой лот остается ну-ка давай посмотрим ну да слушай там есть какая-то землица землица есть но мы уже давай уже заросло все там буревяном что очень странно да что у домика как бы есть отдельно патио остальная часть участка как богатый твой праздник посмотрим ну праздник такое еще не что забором ты знаешь что а может быть это не их земля вот нет ну подойдет их земля ну как же то есть их 4 сотки а еще а заросшая бурьяном это это чьё-то еще а это проезд ух ты 10 так как-то да смотри получается такой маленький заборчик я понял то есть тут будет еще один дом может быть когда-то они раз они длинный вытянутый участок такой разделили на два поэтому он сколько там четыре сутки а там еще четыре может быть или там 5 за счет драйвв я понял да да вот этот драйввей то ли он еще не стал драйвваем тут еще надо начать и кончить тут надо проложить дорогу но я думаю когда они будут вторую часть строить то наверное тогда и здесь я я понял такое и отобьют деньги новые построить то посмотрим сказали друзья хотят они миллион восемьсот двадцать восемь тысяч ну и трудно сказать на самом деле как это все реально оценить но школы какие хорошие конечно так себе светлана высказывается что вот качество дерева или как-то это не нравится это дом просто не на дело потому что ли вы тут какие-то металл ржавый какой-то шестерами они планировали вы чем-то мы сладком покрытием чем-то она прожарила дождей да и что на какой-то стране ну да немножко но может быть стиль такой вопрос то будет он дальше ржаве но а что же мастера не знаю ну чё давай зайдем ну что вот вход и на первом этаже у них тут бедрум и вот такой пол бедрум небольшой но идея его в том чтобы он был вот прямо тут я спросил у риэлтор действительно они участок разбили на 2 он я даже показал картинку как будет выглядеть второй дом там и так далее у них есть прям картиночка под это дело а что же это такое то господи какие-то невысокие шкафчики так действительно тут не высоко тут не чуть-чуть там типа полтора метра а двери большие высокий потолок вот можно здесь чуть ниже там когда мы сейчас пол упадем там четыре метра потолок так а это что гараж гараж на две машины такой милый симпатичный ничего тут такого нет если кому интересно давайте я вам покажу вот эта штука для воды а это горелка газовая топительная до высокие высокие двери а это чё за дверь шкафчик такой вот шкафчик отходы выведем шкафчик вот там фону плюк такой значит он идет туда в подпол так бы такой круг роз пылистом тут же у входа туалет можно сказать гостевой такой да обычно то что в спальнях то что в такой приватной части это для хозяев а так вот гости пришли и сюда тем более прям сразу у входа вот такой вот конспейс из угла снимаем так что пойдем наверх может быть знаете что давайте выглядели немножко на улицу не выходить вот действительно этот заборчик он так все огородил а там будет дальше другой дом дворик такой прямо скажем небольшой а соседский дом здороведные вот этот прям такое ощущение что не на одну семью да там кондиционер вы видите стоит так хорошо пошли наверх значит остальные спальни наверху так я поразуюсь пойдем наверх там стоял мешок такой с тапочками чтобы обратили ну что раз заходишь сразу бах туалет ты знаешь что я тебе скажу красиво когда двери высокие спекулятивный до на продажу они по-другому строятся то есть задача сделать некоторые любит и сэкономить максимально деньги привет очень мало площади в доме все такое маленькое 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 а где-то из туалета выходишь на все это как красиво вышел из туалета вот так бух ну это как раз таки маленькие окошки так ушки служит туалет и то есть мы там вот внизу фамилирум какой-то находится наверху смотри как красиво светом до современного большими потолка зачем они вот здесь ступеньки вот эти сделаны не переходили так полосы потому что там не просто так я тоже думаю кто просто так будет делать тут для стиральной сушильной машины вообще второй этаж для этого не очень хорошие да наш трясти будет там вибрация но я не светлана на втором этаже вибрировать она не очень тихо работает но вы же могла делать все это ощущение или камере ближе это спальня правда такая амбразурка маленькая спальня я вот интересный комментарий насчет окон дело в том что это алюминиевые окна да и я буквально вот только что интересовалась я тоже думала для нашей строительства ну не надо крутить вот просто не алюминиевые вот видно что они холодные да и мне сказали что алюминиевые окна сегодня запрещены потому что вы ставите к сити не пропускает потому что какой сити любой открываем что они не проходят айтут в унифоя это что такое это у нас такой здесь энерго влияющие ресурсы не ровно такой балкончик твоих ощущение нет ощущения видимо из-за то что прозрачно проволока натянута она в принципе построена ничего но какой-то еще недоделанности есть это дерево какой-то знаешь такой не посты не струганно и вроде бы отделка хорошего дорогая отделка миша на гладкая слушать отверстие ну что внизу они посадили папоротник не папоротник я извиняюсь тростник это будет вас плашной забор вас этот тростник это страшное дело у него награничен камнем понимаешь что он вот здесь вообще тростник имеет свойство разрастаться не по-детски ну да но если он ограничен камнем то мне даме не будет взламывать он вот здесь зароснет сделать стену по отношению к соседнему дому ну дай бог ладно пошли обратно потому что неправильно посадили тут слишком ну да его сайт такие резиновые гладкие стены это говорит о том что отделка в общем-то да хорошая стена даже не белая какое-то ощущение есть в этом доме что кого-то сиротки немножко сироткость есть так пошли смотреть на туалет это мастер-бэдром маленький это мастер-бэдром это мастер-бас вам к нему как ты относишься вот к этому вот ну это современному такому из это все мне очень нравится и это все вайки вот именно этот не продается вайки а из своих остальных басовов не все языки и не скажешь даже что какие-то материалы они использовали чип но что-то здесь ощущение такое как это может как не аккуратно можно сказать что по американским понятиям аки как бы дешевый магазин достаточно дешевый дело в том что по американским понятиям здесь люди не бог им козит не очень любит такой современный стиль это не любит и поэтому этот стиль вот здесь смотрится немножко как-то так дешево но на самом деле я поклонник айкии на то что мне нравится такой стиль в этом доме что-то мне не хватает чего-то не хватает какой-то и нет а значит замешать вот такую чиповость на что-нибудь дорогое вот вроде хорошей двери все само по себе вроде ничего света много да вот мы же тоже собираемся такой дом построили знаешь например да у меня устроило углы вот сегодня углы прямые углы это элемент старой старого дизайна да то сегодня все углы делают такие раунд скругленный да и вот это вот она мне режет глаз вот эти вот прямые углы ну вот здесь шкафчик такой эргономичный можно сказать так пойдем дальше а сколько всего бедромов внизу один мастер бедрома вот эти два ну не мастер нет там мастер был который ты говорил что маленький так хорошо вот вот отсюда видно что за дорога это не хайвей да это это мост через слушай когда на железнодорога вот там вот туда еще видно железнодорожен через центром мудрине ваш не следил куда мы ехали да мы по карте не глянули это не хайвей но достаточно достаточно заметную дорогу даже вот эти окна как-то вроде бы они дают много света и очень современный дизайн но вот уж они алюминиевые летом очень жарко в них улыбнули они вот потрогай сюда рукой ой вот оно алюминий почему его не разрешают на солнце окно потрогаю рукой вот эту часть она раскаленная горячая сейчас далеко не самое жаркое время да 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 то есть из-за этого вот эти там манеры то стекло может быть хорошее но вот это вот рамы сами алюминиевые все как-то сделано не а вот это вот интересно то как проволока идет посмотри какой-то и вот это кошмар просто это всюду такой кошмар у нас в этом вы спал там свисает проволока я посмотрел чуть выше восьми футов чуть-чуть рукой не достаешь я позвонила педрине и ребята там же опасно они стали мы проверим они проверили даже не перезвонили и тут вот они как-то подключены что вот это очень интересный момент потому что когда люди сносят вот кстати к вопросу остались когда люди полностью сносят старый дом и строят новые заставляют делать подземное электричество а раз здесь надземное значит что-то они как-то сумели это дело обойти обойти потому что подземное дорого строить зато красиво зато нет этих свисающих ну что все давай там может быть мы прямо здесь завершающее слово в целом про этот дом что ты скажешь маленький очень сколько там еще раз 2200 220 квадратных метров но 210 там да очень тесненько все ну что в этой комнате можно поставить одну детскую кроватку может быть малью в этой комнате метров может быть если есть 10 может быть нет 10 очень тесно тучка и тут окошко малюсенький столик поставите моим но а в другой стороны когда туда выходишь там такое open такое вот про простор вот смотри как она сверху вниз тут в эту сторону крыши то есть лестница поэтому вроде площади было бы а лестница много сжирают если на в три пролета если лестница вот ты считаешь пусть на сегодняшнем рынке вот эти були стоит миллион восемьсот ни одного человека это броди меня никого посмотрит она сделана я говорю что здесь как-то не доделалось вот здесь стоит шишечка а вот там просто приделана к стене без всякой шишечки причем приделаны даже вокруг людей да а здесь без шишечки да не шишечки не пол шишечки что-то ничего нет ну это в этом тачапс это можно он как-то плохо доделан в общем он мы сейчас поедем в новый дом у салта да и потому что там больше были заносы 6 миллионов конечно посмотрим